Добрый день, дорогие друзья! Предыдущими двумя фильмами я наверняка вас заинтриговал. А как же так? Неужели мы можем лечить такую проблему, как возрастная макулодистрофия дома? Да, дома. Причем мы покажем, как это. Это все элементарно. Мы просто ради интереса посмотрели, а кроме нас кто-то использует это? Конечно. Вот, пожалуйста, набор комплексного лечения межпозвоночной грыжи. Наши коллеги, неофтальмологи, лечение грыжи с использованием Элфора и всего набора, необходимого для применения дома. Ни в лечебном учреждении, ни в поликлиниках и ни в стационаре дома. Вопрос. Мы что, единственные такие? Нет. До нас уже великолепные умнички. Молодцы. Как организаторы здравоохранения поступили прекрасно. Мы не отправили просто под наблюдение. Наблюдаться в бане можно, на пляже. Как часто пишут в амбулаторной карте, наблюдение по месту жительства. Нет. Надо не наблюдать, а надо реально помогать. И мои коллеги, которые занимаются вопросами позвоночных грыж, великолепно делают. И мы умнички. Потому что мы не содрали просто у них метод. Мы думали, как сделать. И как организаторы, и как изобретатели посмотрели. А что человечество уже сделало? А человечество не глупое. Сделало. Вот и мы и будем делать сейчас. Поэтому каждый в доме должен иметь укладку. Только там по грыжам у кого она есть. И при возрастной махлодистрофии, если она есть. И дома элементарно, и бабушка, и дедушка. Все могут элементарно сделать это. Будет полностью все расписано. Все методики. Более того, там будет расписано, как что разводить. В нашей укладке будут специальные емкости, помпочки, в которые будут наливаться необходимые лекарственные вещества. Мы здесь не только воздействовать будем на ткани глаза, но также на шейно-воротниковую зону, что очень важно. Потому что проблема всегда кроется фактически в любой части тела. Это в нарушении кровообращения. В чем возникает ВМД? В чем возникает проблема эта? Оказывается, нарушение питания кровью. Поэтому все врачи, все, кто прикасается к этой проблеме, должны думать самое важное. Как улучшить приток крови к макуле? Это макулодистрофия. Она плачет. Она просит крови. И если мы не будем на этот момент обращать внимание, эффекта не будет, естественно. Поэтому все надо сделать для этого. Именно, причем и при первичной, и при вторичной профилактике, постоянно думать о нормальном и необходимом количестве крови, приходящему к сетчатке. Это принципиально. Мы будем все это описывать и в укладке все это будет. Буквально где-то через месяц эта информация пройдет у нас на фильмах, целую серию фильмов мы сделаем, на страницах нашего сайта. И передаем этот материал в виде ноу-хау Москве. То есть для того, чтобы мы утвердили все это и чтобы системно все это было на всей территории. И не важно это Москва или Киев, или Минск. Это не принципиально. Я ученый. И моя задача как офтальмолога, именно как организатора здравоохранения, помочь максимальному количеству людей. Всех прошу, кого заинтересовал вопрос, всегда можете обратиться. Если есть хорошие мысли, да, я с удовольствием их приму. Если есть желающие поучаствовать в нашем проекте, приглашаю. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok